Друзья, всем привет! Я Демас Я не изменился, всё в том же облике И сегодня приготовим очередное простое достаточно блюдо Всеми любимое Жареную картошку Жаренная картошка, ну будет как бы, ну по моему способу Ну как по моему Таким способом, такую картошку именно жарили Именно жареную картошку жарили ещё и бабушка моя Ну как бы про бабушку я не застал И бабушка моя, и мама вот И как бы очень вкусно получалась именно жареная картошка ни пареная, ни какая там вот, а именно жареная картошка. Многие, ну, хозяйки, и не только, вот я знаю, сам как бы ел такую картошку, и как бы, ну, попадалось, так, ну, приходилось есть, а что делать, да? Не обидишь же хозяина, когда приходишь, и он тебя кормит бесплатно, и ты говоришь, что невкусная еда. Всегда должна быть вкусная, но многие вот не умеют готовить как бы жареную картошку. Ну, не знаю, может быть, им так нравится пареная. Не зря же говорят, жареная картошка, пареная картошка, отварной картофель, и еще какой-нибудь другой печеный, там вариантов много. Ингредиентов будет сегодня достаточно мало. Это картофель, естественно, куда без него, потому что жареная картошка. Это будет лук репчатый, как бы добавим лука одну десятую часть, кто больше любит лука, можете больше добавить, но он даст воды, и как бы, сами понимаете, картофель будет чуть томиться. Также будет растительное масло сюда добавляться, и сливочное. Также будем использовать перец молотый, и соль. И как бы любую зелень, если вы пожелаете, можете добавить зелень. Мы добавим наш сухой укроп. И как бы еще один момент, как я делаю, я всегда вот картофель при жарке вот режу с руки. Там разрезали вот на две, на три части, как вам удобно. И будем резать вот так. Я не режу на доске никогда, я с руки. Для этого я использую маленький ножик, как бы, ну, большим, не очень удобно резать. Так что приступим к нашей готовке. Плита включена на четверочку, и как видите, сковородка холодная. И наливаем масло растительное. Достаточно много масла наливаем сразу. И не ждем, пока сковородка наша нагреется. Сковородка у нас металлическая, чугунная. Лучше для этого брать вот именно такую. И вот нарезаю вот так. Картофель. Ты как бы можете брусочками резать. Можете просто вот маленький картофель вот так резать. Мне кажется, тут разницы нет никакой, она немножко все равно там перемешается. Как бы это способ, как бы вы доску не пачкаете. Просто руки у вас как бы будут испачканы, и все. Ну вот, как видите, вот мы нарезали картошку всю. Масло добавили. Можете сразу еще немножко добавить сверху. Ничего не солим, не перчим. Изначально это все делаем почти в самом конце. Сейчас просто мы закрываем крышкой. И все ждем. Как бы вертим, крутим. Если там плита чуть стоит, комфорка неровная. Сами знаете, где-то лучше прожаривается, где-то хуже прожаривается. Потому что все неровное. Там масло скатывается туда-сюда. И жарим всегда на большой температуре. Ну, все секреты я вам в дальнейшем расскажу. И пока картошка жарится у нас, нарежем лук. Лук нарежем произвольно. Как вам нравится. С руки лук не режу, потому что я не индус. Это они там мастера пакистанцев. Супер нарезка у них происходит. Я не занимаюсь таким ерундой. Не хочу без пальцев остаться. Просто нарезали лук. И лук тоже почти в конце добавим. Он быстро готовится. Он немножко должен быть хрустящий. Ну и поджарится, естественно, он успеет. Ну вот, у нас прошло примерно минут пять. Вот картошка вся уже такая покрылась. Водянистая стала. На крышке много воды. И мы первый раз мешаем. До этого не мешали. Дайте ей вот немножко поджариться. Она не подрумянилась, не колернулась, смотрите. Но поджарилась. Естественно, мы крутим, вертим это все дело. Как бы, ну масла много, да. Но оно уйдет потом. Вот первый раз помешали. И можно добавить чуть-чуть сливочного маслица. Такое количество картошки вот. Десять грамм буквально. Сверху просто кидаете и все. И так же накрываете, пусть дальше у нас томится. На большом огне все жарится. И помешивайте там каждые примерно 3-5 минут. Самое главное, чтобы она у вас вот поджаривалась, а не томилась и не разваливалась. Чтобы она схватывалась. И вы ее мешали, и она не развалилась. Ну как бы не парилась. Смотрите, друзья, у нас вот комфорка не особо хорошо греет. Ну, греет. Вот смотри, как вы видите, все кипит. Чуть поджаривается картошка. Я ничего не солил, но уже пора закидывать лук. Вот, закидываю лучок. Репчатый. И все, опять же не солю, ничего не перчу. Опять закрываю крышкой. Открытую крышку не держу. Быстро раз, скинули, закрыли. Опять же, сейчас минут 5 проходит, мы помешаем. Уже смотрите, она как красиво получается. Ну, опять же, я ничего не солю, не перчу. Просто добавил, все на максимуме, просто лук добавил уже и все. Масса сливочное, растительное и лук. И опять накрываем крышку, на максимуме она стоит и жарится. Все, не трогаем ей, ничего не мешаем. Ну вот, смотрите, я вот помешал, и уже она становится более красивая такая, картошка. И вот добавляем наш соль, перец. Аккуратненько. Перчим. И солим аккуратненько тоже. Пару щепоточек. Вот, также добавляем наш сухой укроп. Тоже сразу можете добавить. Можете потом в конце. Буквально вот так по третий, он немножко разломается. Для аромата. Можете свежую зелень добавить. И сразу опять все закрыли, пока ничего не открываем. Пока все жарим и ждем. Ну вот, смотрите, вот картошка почти готова у нас. Ну, в принципе, она готова. Чуть мы, чуть-чуть еще подсолим, прям капельку совсем для аромата. И убавляем сейчас нашу комфорочку на средний огонь ставим. И где-то минут пять она вот так доходит, остывает. Даже можете выключить на самом деле, если у вас не газ. Если не газ, ставите на минимум. Если у вас комфорка, вы ставите на средний. И вот сейчас до почти полного остывания вы крышкой не накрываете. Вот так помешиваете. Но крышкой уже не накрываете. Она у вас как бы доходит. Лишняя влага сейчас уйдет, и она у вас будет прям жареная такая и не пареная. Вот как бы, в принципе, один из таких секретов. Именно раскрыть картошку после ее как бы приготовления. Ну, естественно, потом мы закроем, и она как бы будет доходить. Но вот этот момент надо не упустить, чтобы вот лишняя влага, если вы не хотите, как бы я еще повторюсь, пареную картошку, именно ее открыть. Чтобы вот ушло это все, ненужное нам. Пойдем пять минут. А, ну вот смотрите, друзья, у нас почти картошечка остыла. И мы как бы накрываем ее крышкой, и она отдохнет немножко. Постоит буквально три-пять минут, и уже будем пробовать. Ну что, друзья, вот смотрите, пожарил я вам картошку. Своим способом, обычным. Вот такая румяная получилась, красивая, поджаристая, в масле вся. Как бы я люблю такую картошку жареную. Она вот хрустящая. Хрустящая. Жареная картошка, или жареная. Обалденный укроп сухой, дал такой привкус. Свой обалденный. То ли грибной, то ли нет. К этой картошке не хватает сальца, огурчиков соленых и 50 грамм. Это милое дело, закуска. Или просто вот хороший ужин. И только ужин. В моем понимании картошка это обалденный. Не так часто, но можно себе позволить так жарить картошку. Всем приятного аппетита. С вами был Димас, оператор Антон. Готовьте такую вкусную картошку по моему рецепту. Трава.